Сегодня мало кто знает, что еще в начале 20 века не только женщины, но и мужчины ханты и манси носили косы. Две из них были сделаны из подручных материалов. Именно плетение таких кос практиковалось на мастер-классе, который прошел в рамках межмуниципальной выставки-ярмарки «Хошумход». Собираются мастерицы все, приглашаются со всего района. Но так как нынче не получилось из-за транспорта, самые лучшие мастерицы наши, знающие, знатоки, они не смогли приехать, кого мы приглашали. Поэтому собрались нынче березовские женщины и вот делали ложные концы, научились. Для коллектива фольклорного мы сделали детского, чтобы дети наши танцевали в традиционном костюме, а ложные косы, они именно к традиционному костюму. Выставка-ярмарка «Теплый дом», а именно так переводится на русский язык «Хошумход», проводится уже в восьмой раз. Неизменно в ней принимают участие мастера народного творчества, хотя плетение традиционных кос для большинства из них дело новое. Тем не менее, и с ним они справились. Очень, знаете, вот это все интересно. Я для себя взяла очень много информации, и навыки вот развили. Нам все объяснили, как все технология, из чего изготавливается, что там надо, все необходимое. Поприветствовать участников выставки-ярмарки пришел глава Березовского района Павел Артеев. Была проведена импровизированная экскурсия по Центру национальных культур. Сегодня здесь есть две действующие экспозиции. Одна рассказывает о национальной одежде, другая – о быте коренных малочисленных народов Севера. У сотрудников Центра большие планы на будущее. Глава района пообещал содействовать в их реализации, при этом отметив огромное значение сохранения традиций. Вообще наш район является традиционным местом проживания ханты, манси, комизырян. И вот сохранение своей культуры, своей идентичности, языка, традиций – это очень важно, потому что, на мой взгляд, это должно передаваться от поколения к поколению, и ни в коем случае не терять вот эту вот связь со своими предками. И хотя на этот раз выставка-ярмарка была не такая многочисленная, ее участники внесли очередной вклад в сохранение самобытной культуры. А на протяжении трех дней плетение коз сопровождалось национальными напевами. Валерий Белый, Роман Тигунов, АТВ Березово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова